Мы уже не раз рассказывали о своеобразной жемчужине нашего города, Северном парке, который после масштабной реконструкции поистине переживает второе рождение. Между тем, благоустройство этой территории совсем не завершено. Оно продолжается на радость славянцам и гостям города. В знойные дни августа Северный парк привлекает жителей всех возрастов, от совсем юных до убеленных сединами. Детвора играют на многочисленных и прекрасно оборудованных детских площадках. Молодые люди увлеченно занимаются спортом, а те, кто постарше, может просто прогуляться по красивым аллеям, пообщаться с друзьями, отдохнуть после напряженного рабочего дня. Казалось бы, в парке все уже хорошо, но, как говорится, лучше враг хорошего. Поэтому в администрации муниципалитета постоянно думают, что еще можно и нужно сделать, как наполнить этот парк содержанием, чтобы он стал еще более востребованным. На рабочей планерке, которую провел здесь глава Славянского района Роман Синеговский, вместе с представителями всех заинтересованных служб, обсуждался план предстоящих в нынешнем году работ и задачи на ближайшее будущее. Наша задача, я говорю, парк построили, краевые деньги федеральные, все хорошо, но мы договорились сюда вкачать жизнь. Вот летний кинотеатр Олег построил, организовал. Где-то качели, где-то какие-то удобства для пенсионеров для наших, шахматные столы, значит, волейбольные площадки там всевозможные. Все должно работать, функционировать, потому что, ну, это наша работа с вами. Озеленять продолжаем осенью, правильно? И поехали, поехали. Работы много, так что, но она интересная. Жителям нравится сюда приходить, детям, взрослым. Поэтому наша задача с вами, парк, дальше развивать. А совершенству пределов нет. Идеи у нас очень много, правильно? И город мастеров сделаем, где можно будет приобретать книги, сувениры какие-то о Славянском районе. И вот все, о чем мы говорили, я думаю, к осени мы это все реализуем. В ходе живого обсуждения, где предлагались смелые оригинальные идеи, Роман Синеговский отметил, что нужно не откладывать в долгий ящик все то, что можно сделать сегодня, обращая особое внимание на то, что наиболее востребовано и необходимо для жителей. Северный парк будет и дальше развиваться в плане роста комфортности и привлекательности. И самое главное, потребности славянцев в хорошем отдыхе будут все полнее удовлетворяться. Андрей Вишневский, Игорь Ванчугов, программа «События».